итак дорогие друзья мы с вами сейчас будем заниматься тем что будем писать джанга алов я взял youtube открыл набрал посмотрел что люди говорят да и в основном пишут вот так вот раз два вот она все совсем просто ну наверно просто вы знаете полгодика где-то не заглядывал пока с ребятами занимался там другими языками кроме пайта разными вещами и что-то поменялось так вот пришлось пришлось и сигналы где-то функцию дописать сигналы переписать что-то так и по мелочи так не все так просто на самом деле итак давайте сначала поймем что это такое что это за ерунда это авторизация через социальные сети мы с вами сделаем через гугл и гитхаб но остальное по принципу сами сделайте и так удобнее будет с этим потому что там я зайду другого аккаунт написать будем через тернии через тернии ладно давайте здесь иными словами пользователю лень эта страница потом сделаем красивей лень заходить и он а вот и зарегался да то есть уже был сети получил логин я для чего показываю потому что на самом деле увидеть все намного сложнее давайте вот я перешел в профиль уже выскочила ошибка это поправим это ерунда хорошо давайте попробуем с кем-нибудь подружиться вы там уже красиво сделаете открою другой браузер тут дружилки возьму чат запрос конечно можно красиво все оформить онлайн написано онлайн написано онлайн написано вот видите пока нету значит надо чего-то посмотреть реальное приложение оно вот такое да ершистое никогда не бывает сейчас поговорим о лав давайте-ка мы посмотрим ради интереса профили да профиль есть онлайн все окей друзья так 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 фронтс ну вот появился надо на ях смотрим да Отлично. Как дела? Я уже отвечаю. Отлично. Отлично. Все. Не так работает, как не так работает. Так работает, как хочется. Можешь помочь. Ну, все, заработал. На ЯКС надо переписывать этот момент. Короче, перезагрузка, видите, была. Ну, все, не уследишь. Ну, да ладно. А вот теперь интересная вещь. Вот с этим вот Алауф. А теперь, ребят, давайте-ка проходим и начинаем простую вещь делать, оказывается. Давайте-ка попробуем удалить этого пользователя. И посмотреть, чего-то будет. У нас же выставлена каскадная модель. Мы как раз уже написали. Сейчас я это в другой буду, чтобы вы понимали картину. Что будем писать очень круто, как все мои уроки. У нас пока написано только модель, да? Но модель, она написана. Вот профиль. И профиль у нас идет, делит каскад, то есть удаляется все. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. Профиль, лист друзей и все прочее. И вот это все, все, когда идет создание аккаунта, да, должен профиль, должны сигнальчики работать. И вот смотрите, даже сейчас мы с вами выявили ошибку, что надо было перезагружать страницу, что неудобно. То есть на Аякс уже надо переписывать. И так всегда. А теперь, то есть, ну, все сработало. В конце концов, довести тут ума много не надо будет. Ну вот, понимаете, написать так, как показывают ребята. Вот берем все, раз, два, за три строки. А потом заходишь на переполнение стыка, а там куча вопросов. А это не работает, а то не работает. И вообще ничего не работает. А когда где-то чуть посложнее, оказывается, еще все хуже. Еще все хуже. Так вот, я и подумал. Есть, когда у нас модель, давайте зайдем в этот файлик наш. Это еще даже второй. Это я на одном один делаю, на втором тренируюсь еще, да. А один уже для вас. Сейчас у нас все закомментировано, мы раскомментируем. То есть, нам надо написать, получается, следующее. Нам надо написать, кроме Django Alaw, да, вот этой. Нам надо полностью регистрацию, полностью написать, значит, вход. Капчу написать, подключить, то есть, Google Капчу, подключить Django Alaw. То есть, это надо зарегистрироваться будет на гид, создать, значит, ключи, да, на Google. И получается, что когда мы так делаем, а настройки я специально не делал, да, ничего. А потому что то одного, то второго не хватает. Но именно так приходит понимание. Когда, оказывается, пробуешь запустить, а что-то с профилем не то. А пробуешь запустить, а еще что-то не то. А пробуешь запустить, а йо-моё, айди не тот. А где посмотреть, а базу надо ставить. В итоге получится добрых 30-40 уроков, да. А, конечно, есть мостаки, которые за 10 минут рассказывают, а в жизни ни хрена не получается потом у людей. Так же, да, правильно. Вот дождались парни, будут эти уроки сейчас. Здравствуйте. Прошел ваш курс по Django, проходил самостоятельно и скидывал ничего в группу. До этого проходил парочку-тройку курсов, писать своему проекту сложно, сразу на YouTube лез и в Google. Хотя я чуть больше года изучаю Python, но это неплохо. До этого пытался считать доки, но ничего не понимал. После вашего курса пришло озарение, теперь я кайфую от документации Django и Python. Она просто эталон по сравнению с другими языками. Ну, что ж тут сказать, ребята. Вот именно вот так и есть исходный код, документация. И через тернии будем писать вот этот вот долбанный алауф, да. Кроме этого надо ж написать и профиль, кроме этого надо написать там ерунды до хрена. Чтобы оно все это дело заработало, все, мы его удалили, он уже работать не будет. Поэтому, это уже, а, я ту страницу открыл, да, свою, где. Поэтому единственное, что мы будем получать, это приятную головную боль от исключений. И будем им радоваться, потому что разработка идет через исключение, обучение идет через исключение. Когда мы смотрим обучение, вот делаем так, и оно все получилось, я говорю, кол с минусом за такое. Потому что открываешь переполнение стыка, и там сидит куча людей. А у них нифига не получается. Потому что человек взял, сделал там какое-то приложение с одной страницы и показывает. Вот как просто. А не, ребят, я же сказал, ну часа два с половиной точно просидел, там не было определенное время. И пришлось то там поправить, то там поправить, и вот еще сейчас ошибку нашел. То есть, получается, что не так все просто. И обратите внимание, кроме того, что здесь быстрый старт есть, здесь очень много еще разных-разных фишек написано. Да, довольно много разных фишек. То есть, если вы этим займетесь, я покажу суть, научитесь, будете понимать. О, еще формы нам надо написать. О, сколько нам надо написать сейчас. В общем-то, нам надо написать полностью сейчас юзера. А это то, что нужно абсолютно каждому сайту. Почему? Потому что, давайте посмотрим на нашу модель. Я говорил в видео, сейчас еще раз повторюсь. Мне не жалко повториться. Это раньше, лет семь назад. Что делали? Верно. Писали кастомную модель и занимались грожением неким. Да, там одна модель от Джанго, вторая пользователей. И получалось черти знает что. На сегодняшний день все банально и просто и очень удобно. На сегодняшний день мы просто берем он и то он и один к одному. Иными словами, есть стандартная модель пользователя, которая имеет там четыре поля. E-mail, юзернейм, фамилию, имя. И все. И мы ее, но она есть в Джанго. И мы ее расширяем. Называется и на юзер. А мы ее расширяем и добавляем, чего там нам взбредет в голову. Все остальное мы просто дописываем при помощи методов. Так как, по сути дела, класс не по сути, а Джанго класс. Это обычный класс Python, который поддерживает прекрасные методы. Поэтому нам получится, надо будет сейчас написать авторизацию. Вот этот через социальные сети. Дальше полностью юзера, что нам надо. Юзер онлайн, юзер так. И в каждое дальше приложение вы вносите. То есть юзер это то, что вам надо для каждого сайта. Не важно, какой сайт вы делаете. Все равно вы будете разделять права. Но вот этот способ, ребята, он самый крутой. Он самый простой. Он самый надежный. Он никогда не подводит. И самое главное, его легко поддерживать. Это независимо от версии Джанго. Не надо ни долбаться, ничего. Поэтому с этим надо разбираться конкретно. Но мне приятно, что есть такие люди, как Александр Смелик. И другие ребята. Ну, Саш, обещать не буду. Но REST Framework, ну меня уже с ним задолбали. Как-то давал, потом оставил. Но надо будет, наверное, сделать несколько уроков, чтобы понять, как делать эти API. Почему? Потому что в последнее время меня интересует, наоборот, лобби, запишное соединение. Ну да ладно. Все, ребят. Спасибо. Дальше ждем. Не ждем. Уроки. Это обзор был. Уроки будут на сайте школы. На YouTube я буду выкладывать только обзоры. Поэтому spb-tu.ru, тем более, то, кто только сейчас придет в школу, ребят, да к вам же еще надо проделать очень большую работу. А начинать надо сначала. Сначала там уроков 50, потом еще одно начало сайта, там еще уроков 40, а потом что-то уже посерьезнее, можно сказать, пойдет. Вот до сюда доберете. Поэтому начинать лучше сейчас. И начинать лучше сначала, потому что есть система. Если вы хотите быть профессионалами, то есть делайте так, как делал Александр Смелик, комментарий которого мы читали. Пошел с нуля, разобрался с доками, разобрался с ходными кодами. То есть начал соображать. И человек вышел на финишную прямую и теперь спокойно может развиваться самостоятельно, как программист. Вот школа Бавсановского сделала свою работу. То есть поставила человека на ноги. Отлично. Ну, все равно благодаря таким людям, как Александр Смелик, добросовестным, да, которые и добросовестные, и вот честные по душе, да, вот сказали, вот да, Бавсановский действительно помог. Спасибо, Саш. Вот благодаря таким людям вот собрался этот Аллау, копался два часа, чтобы привести до ума и чтобы вам рассказать. Саш, пойдем через тернии, пойдем через всевозможные ошибки и исключения, чтобы у вас уже на самые сложные проекты этот Аллау работал. И кроме того, чтобы вы сейчас разобрались с юзером раз навсегда, как это сделать просто красиво. И дальше хоть сто приложений, и они все будут работать, независимо от версии джанга, легко поддерживаться. Вот это сейчас наша с вами цель. Все, спасибо всем, приходите в школу и будем работать дальше вот с этим юзером. Потом будем еще чат писать, друзей, но это там мелочи. Главное понять, как с пользователем работать.